Ссылка на общеизвестность В принципе, ссылку на общеизвестность можно рассматривать как разновидность ссылки на авторитет. Только понятие авторитета здесь размыто и безлично, как известно повсеместно. На грани ссылки на личность эта ошибка может предваряться фразами типа «даже младенец знает» или «и дураку ясно» и тому подобное. Тем не менее, многие общеизвестные и дураку ясные сведения на поверку оказываются не столь уж безупречны с точки зрения соответствия истины. Ну, кто не знает, что страус в случае опасности прячет голову в песок? Знают все, но вот проблема, никто никогда этого не видел. Ни в зоопарках, где вольеры со страусами нередко имеют бетонный пол, ни в естественной среде обитания страусов, где земля настолько слежалась, что даже при желании спрятать в ней голову, бедной птице пришлось бы затратить немало времени и усилий. Страусы нередко опускают голову вниз, выискивая корм, отдыхая или прислушиваясь. Самка страуса может прижимать к земле голову и шею, сидя на гнезде, чтобы быть менее заметным. Но в случае опасности страус просто спасается бегством, развивая при этом скорость до 70 км в час. Древнейшее упоминание мифа о страусе мы находим в естественной истории Плиния Старшего. Плиний стремился сформировать полное собрание известных человечеству знаний, очертить, как он говорил, полный круг обучения, по-гречески энкюклос паидея, отсюда происходит наше слово энциклопедия. Он пользовался множественными источниками, увы, не всегда надежными, поэтому его труде хватает неточностей и даже легенд, многие из которых попали в категорию общеизвестных. Пример тому – аристотельская идея, что днем из пещеры можно увидеть звезды. У Плиния пещера стала глубоким колодцем. Отнюдь не нужно быть специалистом в области фотометрии, чтобы понять, что погружение наблюдателя в колодец на соотношение яркости неба и звезд никак не влияет. Так что, чтобы увидеть звезды днем, нужно не заглубляться вниз, а подниматься вверх. Уже в иллюминатор пассажирского самолета на высоте 10-12 тысяч метров при определенных условиях днем можно увидеть планеты Венеру и Юпитер, а если повезет, то и самую яркую звезду Сириус. К этой же категории ошибок относится отказ в 1772 году Парижской Королевской Академии Наук принимать к рассмотрению какие-либо сообщения о метеоритах. Ведь камни, как известно, с неба падать не могут, потому что им там неоткуда взяться. Еще пример. Столетиями считалось, само собой разумеющееся, что причина заболевания болотной лихорадкой – болезнетворный воздух настоящими водоемами. Отсюда и научное название этой болезни – малярия, что по-итальянски значит «плохой воздух». Сегодня мы знаем, что все дело в плазмодиях – одноклеточных паразитах, которые переносят комары. А на протяжении почти всего 20 века каждый старшеклассник мог вам сказать, что аппендикс – это рудимент слепой кишки, доставшийся человеку от эволюционных предков и ныне никакой функции не выполняющей. Впоследствии же казалось, что пресловутый орган вообще не имеет отношения к пищеварению. Он – часть иммунной системы, секреторная железа. Однако к этому времени в ряде стран уже начали удалять аппендикс новорожденным младенцам, все же знали, что от него никакой пользы. Человеческие истины приходящие, даже если они общеизвестны. Тем не менее, с подобной аргументацией нередко приходится сталкиваться в дискуссиях с эволюционистами. Общепризнано, что эволюция не существует. Правда, как заявил в «Приступе откровенности» ведущий глашата атеизма Ричард Докинс, эволюция действительно наблюдается, просто никто не наблюдал, как она происходила. Прекрасный пример самоопровергаемого высказывания. Не так ли? Как подметил ученый персонаж Клайва Льюиса, если вы достаточно часто повторяете догадку, она становится научным фактом. Так что, если какое-либо утверждение общепризнано, это отнюдь не значит, что оно истинно. Недаром Писание призывает, «Все испытывайте». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 21 стих.